Всем привет и добро пожаловать на детальный обзор сериала Игра Престолов 8 сезон. Если вы хотите ознакомиться с другими обзорами по Игре Престолов, то в описании под этим видео вы найдете все нужные вам обзоры, включая и детальный обзор на сериал Дом Дракона. Итак, говоря о первом эпизоде 8 сезона, мы узнаем больше о Золотых Мечах, проанализируем натянутые отношения Санса и Дайнерис и обсудим, как на Джона повлияло открытие касательно его происхождения. Но прежде чем мы начнем, давайте соберем на этом видео 6000 лайков. Это будет хорошим для меня стимулом дальше лепить обзоры. Я думаю, вам это не трудно, а мне будет приятно. Итак, говоря о первом эпизоде, он изобилует отсылками к предыдущим сезонам и переносит нас на север, а именно в Винтерфелл. Эпизод начинается, когда Джон, Дайнерис в дизайнерской шубке и ее огромная армия появляются в родном доме Старков, что напоминает начало первого сезона, когда Роберт Баратон прибыл в Винтерфелл, чтобы завербовать Неда Старка в качестве своего нового десницы. Северные люди не слишком рады видеть Дайнерис, видимо им никто не сказал, что вот-вот по их душу придет Король Ночи со своей армией. Но при этом мы знаем, что у северян есть веская причина не доверять ни одному южному королю или королеве. 20 лет назад Рикорд и его сын Брэндон Старк прибыли в Королевскую Гавань, однако домой уже не вернулись, поскольку Безумный Король казнил их. Ну или же относительно недавно прибытие Роберта Баратона в Винтерфелл забрало у северян Неда Старка в Королевскую Гавань, где их лидер был потом обезглавлен. Поэтому слова Джона, что северяне не доверяют чужакам вполне объяснимы, только вот Дэнни в ответ ухмеляется, когда ее драконы еще больше пугают этих самых северян. Ну смешно ведь, когда простые люди мечутся в панике. А на самом деле это очень настораживает, потому что кажется Дайнерис нравится, что люди боятся ее драконов. Однако это не солдаты Ланнистеров или Тарли, которых она пыталась напугать. Это обычные крестьяне, которым она якобы пытается помочь. Вспомните, причина, по которой Джон в финале прошлого сезона не хотел, чтобы Дайнерис прилетела в Винтерфелл на драконах, заключалась в том, что так бы она выглядела более недоброжелательно и больше похожей на врага, чем на друга. Но если мы будем союзниками в этой войне, северяне должны увидеть, что мы союзники. Если мы приплывем в Белую Гавань вместе, это будет четким знаком. И хотя Дайнерис вняла совет у Джона, все же она позволила своим драконам напугать северян и вместо того, чтобы заверить людей, что драконы никого не тронут, она просто берет и улыбается. Вывод. Дайнерис нравится, когда перед ней или перед ее драконами испытывают страх. А это ненормально. В общем, сразу же после прибытия Джон встречается с трехглазым Браном, который с каждым днем все больше и больше превращается в отрешенного парня. И хотя Джон не совсем понимает, что случилось с братом, все же он рад видеть Брана живым, но не сказать, что здоровым. Затем Джон представляет Дайнерис своей сестре Санси, которой приход иностранки, захомутавшей ее брата, пришелся не совсем по душе. Винтерфелл ваш, моя королева. То, как Санса произносит эти слова Дайнерис, почти так же тепло, как фраза «пошла ты». Но ситуацию разрядил Бран свежим выпуском новостей. На все это нет времени. Ваш дракон пополнил войско Короля Ночи. Я представляю, как Джон решает пойти в туалет, а там его дожидается Бран и такой. На все это нет времени. Затем в главном зале Санса говорит присутствующим, что созвала всех северных знаменосцев Винтерфелл для их же безопасности. Однако на данный момент Винтерфелл еще не прибыл в дом Амбер, который является самым северным из домов поддерживающих Старков и который находится ближе всего к стене. Это важная информация, которую нужно будет запомнить до конца этого эпизода. После Санса сообщает новой королеве, что запасы продовольствия для северян были заготовлены. Однако вот, что эти запасы будет объедать мега-армия Дайнерис и ее драконы, никто не предполагал. Или же другими словами, как это Санса посмела обращаться с моими детьми как с сабузой после всего, через что я прошла, чтобы заполучить их. Ну то есть, как бы Дайнерис наплевала на то, что северяне заранее заготовили припасы на зиму и не важно, что ее драконам потребуется куча овец и куча коз каждый день, чтобы утолить их голод. В общем, мы видим, что в воздухе витает напряжение, особенно между Дэнни и Сансой, как по мне, этому есть объяснение. Давайте немного поразмышляем. Санса, по сути, первая сильная девушка, с которой столкнулась Дайнерис. Подумайте, до этого Дэнни имела дело с Ярой, Оленой и Иларией, и все эти женщины сразу же присягнули ей на верность, но не Санса. Дайнерис никогда раньше не приходилось иметь дело с другой девушкой, которая почти с ней на равных, и поэтому Дэнни не знает, как себя вести с этим. Она не обязана быть моей подругой, но я ее королева. Санса же, с другой стороны, имеет неплохой опыт наблюдения и общения с другими женщинами, занимающими руководящие должности. Это ее мать Кейтлин, Серсея, Маргари, Лиза Аарен и Олена. Этот опыт общения со столь разными женщинами помогает Сансе распознавать людей и их мотивы. Ну и кроме того, еще одно объяснение возникшему напряжению между Дэнни и Сансой состоит в том, что северные люди ищут руководство именно у Сансы, а не у Дайнерис. И в какой-то мере Дэнни понять можно. Вот в Эсосе ей было хорошо, там все было черное и белое. Если враги, то обязательно отвратительные распинатели детей с нелепыми именами и воплощением всевозможных пороков. А если подданные, то те, которые обожают и поклоняются ей как богиней, крича во весь голос Миса. А в Эстерос это не пойми что. Мало того, что никто не поклоняется, так еще и враги уж очень опасные и умные. Неприятно, когда ты больше не единственная богиня на континенте. Мало того, что по приезду Дайнерис не получила уважения, которое, как ей кажется, она заслуживает просто за то, что появилась здесь, Дэнни возмущает, что ее буквально игнорируют в пользу Сансы. Да и Санса вроде как не испытывает какого-то благоговения перед Дэнни или перед историей ее жизни. Да, пускай Дэнни пережила принудительное замужество, супружеское изнасилование, жестокое обращение, преследование. Но ведь точно то же самое пережила и Санса, поэтому с чего вдруг история жизни Дэнни должна ее впечатлить или как-то растрогать. Санса в целом настороженно относится к незнакомцам, ну и я думаю, что Санса неплохо знакома с историей Таргаринов и их жестокостью. Однако даже если бы она этого не знала, я считаю, что Санса в любом случае держала бы Дэнни на расстоянии вытянутой руки, но и сама Дайнерис в принципе ничего не сделала, чтобы Санса как-то изменила свое мнение о ней. В общем, по моему мнению, проблема в том, что Санса не лобызает стопы Дайнерис, как та ожидала. И более того, она имеет политическое влияние и власть на севере, которые по мнению Дэнни должны принадлежать ей. Но на данный момент это не так. В общем, возвращаясь к напряжению царящему в этом зале, она усиливается еще больше, когда Лиана Мормонт провоцирует буквально гражданскую войну, возмущенно говоря Джону, что северяне отправляли тебя с короной на голове, а ты вернулся домой на коленях и с иностранкой в комплекте. И это еще здорово, что лорды не додумались спросить, а откуда у Короля Ночи взялся дракон, который сломал стену? У меня был выбор. Остаться королем или защитить север. Я выбрал север. Вообще, создается такое впечатление, что Джону не стоило валить того вихта в королевской гавани. Надо было таскать его с собой на веревочке, а то людей пока не ткнешь носом в грядущую опасность, никто не поверит этому. Ну и поэтому для пущего эффекта в разговор встревает Тириону, потому что Ланнистер, служащий Дайнерис, это как бы идеальный кандидат, чтобы повлиять на северян, не правда ли? А его слова, что Серсея отправила к ним на помощь свое войско, вообще побудили присутствующих вздохнуть с облегчением. Ну да, Серсея это же образец порядочности и верности своему слову. После такого даже Санса дает Карлику понять, что со времен первых сезонов он сильно отупел. Серсея сказала, что ее войско придет на север. Сражаться за вас? Сюда. Я считала вас умнейшим из ныне живущих. Затем мы наблюдаем за воссоединением Джона и Арии. Они не виделись еще с первого сезона, когда Ария отправилась в королевскую гавань, а Джон пошел в ночной дозор. Они оба были близки, когда росли, потому что Джон и Ария были не в своей тарелке в Винтерфелле. Джон как бастард, а Ария как девочка, мечтавшая стать воином, тогда как другие хотели, чтобы она стала леди. Джон был тем, кто подарил ей меч-иглу, с которой она прошла все сезоны и теперь, спустя годы, они рады видеть друг друга. Затем Джон внезапно переключает свое внимание на насущный вопрос, который состоит в том, что нужно убедить Сансу, что Дайнерис можно доверять и что она будет для всех них справедливой правительницей. Однако неожиданно в ответ Ария говорит Джону, что раз Санса относится с подозрением к Дайнерис, то на это есть причина, поскольку Санса самый умный человек, которого Ария знает и ее инстинктам нужно доверять. Естественно, услышанное слегка шокирует Джона, поскольку он видит, что Ария, которая обычно недолюбливала Сансу, теперь согласна с ее мнением касательно Дайнерис. Ну, по сути, Ария знает о смертях и разрушениях, с которыми столкнулась ее семья с тех пор, как появился король Роберт и забрал с собой Нейда Старка в Королевскую Гавань. Также Ария была очевидцем того, что случилось на Красной Свадьбе, когда Фрей убили ее брата и мать. Если у кого-то и есть причина полагать, что Старки должны полагаться только на свою семью, так это точно у Арии. После Ария встречается с псом, на которого она смотрит с долей презрения, в то время как пес глядит на нее с пылающим чувством восхищения тем, что она не только выжила, но и стала сильнее. В прошлый раз, когда они видели друг друга, Ария ограбила и оставила пса умирать, но все же пес сейчас рад видеть девочку. И хотя его слова Арии не совсем то, что вы бы написали на поздравительной открытке, однако это лучшее, что вы могли бы получить от пса. После Ария воссоединяется со своим старым другом Джендри и просит его выковать для нее оружие, и учитывая то, что мы видим на эскизах, это что-то похожее на копье. А как мы знаем, Ария, находясь в черно-белом доме, тренировала сражаться именно с палками. Также мы не можем не заметить искру чувств, которая вроде как проскальзывает между ними. Когда-то они вместе многое пережили, к примеру, пока находились в Харренхоле. За это время они сблизились, а потом их нашло братство без знамен, к которому Джендри захотел присоединиться, сказав Арии, что у него никогда не было настоящей семьи, а братство оно как семья. Я могу быть твоей семьей. Ты никогда не будешь моей семьей? Ты всегда будешь моей леди. Это был один из строгательных моментов сериала, поэтому увидеть Арию и Джендри вместе, ну это по крайней мере интересно. Вернувшись в Интерфелл, Джон и Дейенерис осваивают землю, в то время как три свахи решают, что Джон и Дейенерис надо женить. Такая свадьба объединит два великих дома и поможет подавить злость кипящую в северных домах. Что если семью королевствами впервые в их гадкой истории будут править справедливая женщина и достойный мужчина? Предложение в принципе кажется хорошим, учитывая многообещащие отношения между Джоном и Дейенерис, благодаря которым Дэнни пустила Джона не только в свою постель, но и на своего дракона Рейгаля. Я не умею летать на драконе. Никто не умеет, пока не взлетит. В конце концов Джону удается оседлать огромного зверя и они вдвоем улетают в небо к большому изумлению северян, которые видят как их бывший король теперь летит на спине могущего дракона. И если остановиться на этом моменте и поговорить немного о книгах, то крайне маловероятно, что только Таргарины могут летать на драконах. Да, Таргарины, как говорится, точно могут оседлать дракона, ну потому что династия, буквально построенная на огромном логове дракона, точно будет иметь преимущество в приручении любых драконов, которые там живут. Однако это совсем не значит, что только лишь Таргарины могут летать на драконах. По этой логике Дейенерис не должна была предлагать Джону оседлать дракона, ведь она точно бы знала, что он не сможет полететь. Но в любом случае, одна из возможных причин, по которой Рейгаль позволяет Джону сесть на него заключается в том, что дракон чувствует, что в Джоне есть кровь Таргариенов. Ну а Таргариены точно могут оседлать дракона. И Джон, кстати, является доказательством того, что чтобы летать на драконе, не обязательно быть целиком Таргариеном. Мы знаем, что Джон наполовину Старк, и в принципе он не единственный бастард, которому посчастливилось летать на драконе. К примеру, темноволосая крапива, которая была бастардом одного из Таргариенов, и при этом она летала на драконе Овцекраде. Можно также еще упомянуть воина Ульфа Белого и кузнеца Хью Молота. А еще давайте сюда добавим ситуацию, возникшую во время правления Джихейриса I, когда возникло беспокойство, что может случиться с некоторыми из яиц пламенной мечты, когда их украла Элиса Фарман, принадлежащая к дому Фарманов знаменосцам Ланнистеров. Эта кража стала причиной серьезного беспокойства, чего в принципе не должно было быть, если бы Таргариены были уверены, что только они могут летать на драконах. Поэтому мне кажется, что если бы драконье яйцо вылупилось у любого другого семейства, то родившийся дракон сразу же образовал связь с каким-то представителем этого дома, ну и впоследствии дал бы себя оседлать. Однако с другой же стороны, в сериале дракон рассматривается немного иначе, чем в книгах, поскольку кажется, что у Дайнерис есть какая-то особая связь со своими детьми. К примеру, в бойцовской яме Мейрина, когда на Дайнерис напали сыны Гарби, она призывает драгона, который приходит ей на помощь. В книгах же дракона привлекает крики и запахи крови. Или же, когда Дэнни уничтожала мастеров в заливе работорговцев, видимо, она имела какую-то ментальную связь со своими драконами, поскольку Дэнни, по сути, приказывала им атаковать корабли, не находясь на спинах всех трех драконов одновременно. Поэтому мы можем сделать вывод, что Дайнерис дала Джону разрешение оседлать дракона и, возможно, Рейгаль просто, как обычно, подчинился приказу матери. Ну и лишь потому, что Джон также наполовину Таргариен. И, возможно, как раз то, что Джон смог оседлать дракона, может помочь Дайнерис в будущем принять новость, что Джон на самом деле не бастард. Теперь, что касается самой Дайнерис, то сейчас она встречается с Сэмом в библиотеке Винтерфелла, которая чудом уцелела после Железнорожденных во втором сезоне. Дабы отблагодарить его за то, что он спас ее друга Джороха от серой хвори. Поэтому, пользуясь случаем, Сэм просит помилования за кражу нескольких книг из цитадели, а также за кражу наследственного меча, принадлежавшего его семье. Именно в этот момент Сэм раскрывает Дэнни свою фамилию Тарли. И Дайнерис понимает, что она разговаривает с сыном Рэндио Тарли и братом Дикона Тарли. Людей, которых она зажарила заживо после того, как они отказались преклонить перед ней колено. В принципе, любого нормального человека шокировала бы новость о том, что половина его семьи убита, особенно если эту новость сообщает тот самый человек, который это убийство и совершил. Поэтому, наполненный гневом и горем, Сэм извиняется и выходит на улицу, где встречается с Браном, который постоянно сидит во дворе, поскольку в Винтерфелле нет пандусов. По словам Брана, непонятно почему, но именно сейчас пришло время рассказать Джону правду о его происхождении. И должен это сделать именно Сэм, как его лучший друг. Ну и в следующей сцене Сэм рассказывает Джону правду о его родителях, что он сын Лианы Старка и Рейгара Таргариена. Он никогда не был бастардом, его зовут Эйгон Таргариен и он истинный наследник Железного Трона. Также Сэм добавляет, что если бы король Роберт узнал, что у Рейгара Лианы есть сын, его бы убили. Поэтому единственный способ защитить Джона был в том, чтобы выдать Неда за родного отца мальчика. И никто не догадается, что Джон ребенок Лианы и Рейгара. Очевидно, Джон потрясен этим открытием и может даже немного в ужасе. Ну подумайте, Джон только что узнал, что оба его настоящих родителя мертвы. До этого момента он провел свою жизнь, думая о Рейгаре и его семье как о злодеях, известных своим безумием и одержимостью огнем. А теперь он узнает, что Таргариен и часть его семьи. Подумайте, что почувствует человек, который узнал, что кровопролитная война в какой-то мере была спровоцирована из-за ложного рассказа о том, что его настоящая мать Лиана была похищена и изнасилована? Или что почувствует человек, когда узнает, что его мать не была работницей борделя или просто женщиной, с которой переспал Нед, как ему рассказывал отец с детства? Немного здесь отвлекаясь, подумайте, а что бы почувствовала Кейтлин Старк, узнав истинное происхождение Джона? Напишите, что вы об этом думаете в комментариях. Также, что по-вашему почувствует человек, узнав, что безумный король на самом деле был его дедом по отцовской линии? Что почувствует человек, узнав, что он влюблен в собственную тетю? Более того, Джон всегда равнялся на своего отца Неда Старка, он был для него примером для подражания. Джон делал все именно так, как, по его мнению, делал бы Нед. А теперь ему говорят, что Нед Старк, будучи его дядей, годами выдавал себя за отца Джона. Поэтому вполне понятно, почему Джон подавлен, потрясен и очень растерян. Однако, вместе с тем, невозможно отменить того факта, что Джон истинный наследник Железного Трона, потому что линия наследования королей Вестероса идет от отца к старшему сыну. Исключение может быть только в том случае, если старший сын умирает, ну или старшего сына просто нет. Даже на севере Нед Старк стал хранителем севера только после того, как его старший брат Брэндон был убит безумным королем. В противном же случае, Брэндон фактически собирался жениться на Кейтлин и стать хранителем севера после смерти их отца Рикарда. Рейгар Таргариан же был старшим сыном безумного короля, и поэтому он был следующим в очереди на трон. Однако, к несчастью для него, Рейгар погиб в бою от рук Роберта Баратеона. Поэтому по праву наследования, истинным правителем является Джон, а не Дайнерис, сестра Рейгара. Однако здесь возникает второй вопрос, что же насчет сексуальных отношений Дэнни и Джона, то есть тети и ее племянника? В принципе, инцест не особо приветствовался в Эстеросе, особенно когда в сексуальных отношениях были замечены родной брат и сестра. Но в то же время, браки двоюродных братьев и сестер не считались незаконными в Эстеросе и фактически были довольно стандартной практикой. Например, родители Джейми, Серсеи и Тириона, Тайвин и Джоана были двоюродным братом и сестрой. Так же, как и отец Неда Старка, Рикард был женат на своей двоюродной тете Лиарис Старк. Поэтому, если предположить, что Джон и Дайнерис захотят обручиться, как это ранее предположил Давос, то кажется, что это было бы нормально. Остается только вопрос, как отреагирует на эту новость сама Дайнерис? Сможет ли она передать Железный Трон тому, кто следующий на очереди? Ну, то есть Джону Сноу? Ты сложил корону, чтобы спасти свой народ. Поступит ли она так же? Между тем мы видим, что Берек и Тормунд, которые несли службу на стене, когда ее разрушил Король Ночи, живы и теперь направляются в Винтерфелл. По пути они натыкаются на резиденцию дома Амбер, чьи люди должны были отправиться в Винтерфелл, дабы защитить себя от Короля Ночи. Однако пятна крови на снегу, обнаруженные за стенами замка и отсутствие тел убитых, говорят о том, что Король Ночи уже здесь побывал. Но это не последнее, что они видят. Встретившись с Эдом, на которого, как вы помните, Джон ранее оставил ночной дозор и который сейчас тоже отправляется в Винтерфелл, Берек и Тормунд находят ужасное послание от Короля Ночи. Прибитый к стене маленький Нед Амбер, а вокруг него части тела выложены в форме спирали. Это та же картина, которая связана с ходоками и которую мы наблюдаем в течение нескольких сезонов. Спираль, судя по всему, была символом Детей Леса. Они создали Короля Ночи, первого белого ходока у дерева с этой спиральной формой. Так что теперь, наверное, Король Ночи воссоздает эту спираль, чтобы поиздеваться над своими создателями. Мы понимаем, что Король Ночи никогда не просил, чтобы его превращали в ледяного зомби. Поэтому сейчас он, видимо, хочет наказать мир за эксперимент над ним, а данное творчество просто выражает его ненависть. Затем мы видим, как Нед Амбер просыпается, его глаза становятся синими, он кричит, но берег быстро успокаивает его своим пылающим мечом. И так, на данный момент понятно, что благодаря павшим Амберам армия Короля Ночи стала еще больше. Это объясняет, почему в замке не было трупов. Ну и также понятно, что Король Ночи уже забрался далеко на юг, а это значит, что он не так уж и далеко от Винтерфелла. Поэтому Тормунд надеется добраться до замка быстрее мертвых и предупредить Джона о том, что грядет. Снова возвращаясь в Винтерфелл, мы видим Джейми, который прибыл сюда, дабы выполнить клятву и сразиться с армией мертвых. Когда-то Джейми здесь уже был, в первом сезоне, когда прибыл Винтерфелл вместе с королем Робертом. И именно здесь Джейми пытался убить Брана, чтобы тот не проболтался о том, что он занимался кровосмесительным сексом с Серсей. Когда Джейми покинул Винтерфелл, Бран находился в коме и мало кто надеялся, что парень вообще выживет. Однако Бран выжил и теперь ошеломленный Джейми встречается взглядом буквально со своей совестью. Ошеломленный Джейми, потому что во-первых, он не думал, что инвалидные коляски это обычное дело Винтерфелля, а во-вторых, потому что прошлые грехи возвращаются, чтобы преследовать его. И будет интересно увидеть, как Бран отреагирует на Джейми. Может быть он проявит равнодушие и покажет, что ему все равно, а может быть и нет. Судя по первому сезону, то после падения Бран не помнил, что Джейми вытолкнул его. И это в принципе можно объяснить падением с такой высоты. Хотя в книгах трехглазый Воррен специально удалил эти воспоминания из головы Брана. Однако, может увидев Джейми снова, это напомнит Брану о его падении. И если Старки узнает, что это Джейми искалечил Брана, то прибавив к этому еще и убийство Безумного Короля, отца Дайнерис, которая тоже сейчас в Винтерфелле, Джейми могут оказать далеко не самый теплый прием. Однако об этом пойдет речь во втором эпизоде. Теперь, говоря о Королевской Гавани, Серсея рада новостям о том, что Король Ночи разрушил стену и его армия отправляется на юг. Все идет по плану, потому что если мертвые убьют Дайнерис и Джона, то ей будет легче удержать трон. А с недавно прибывшими наемниками с золотыми мечами, это будет еще проще. Ну, как кажется Серсеи. Теперь, как я ранее обещал, коротко о золотых мечах. Приблизительно за 80 лет до событий сериала произошло так называемое восстание Блэкфайра. Крупная гражданская война, уступающая место по кровопролитности, наверное, только лишь завоеванию Эйгона и танцу драконов. Почти половина страны поддержала притязание на трон Дэймона Блэкфайра, узаконенного бастарда короля Эйгона IV, который выступил против Дейрона II, родного сына Эйгона IV. Однако, когда Дэймон проиграл, рыцари и его наследники были вынуждены бежать в Эссс, чтобы избежать наказания за измену. Затем Эйгар Риверс, брат Дэймона, поддерживающий его восстание, основал отряд золотых мечей, чтобы объединить всех сбежавших в одну компанию наемников. Однако, в отличие от большинства компаний наемников, главной целью золотых мечей были не деньги. Основные цели заключались в том, чтобы вербовать новобранцев, дабы золотые мечи росли числом и оставались грозной военной организацией, которая однажды вернется в Эстерос и вернет все, что было у них отобрано, и посадит Блэкфайра на трон. Однако, после того, как Блэкфайры вымерли по морской линии, золотые мечи стали скорее просто наемниками, чем средством для переворота. И теперь они были готовы сразиться с любым, кто предложит хорошую сумму. В данном случае их нанимателем оказалась Серсея, которая должна теперь отблагодарить Эврона за его помощь, а именно разделив с ним ложи. Мы знаем, что Эврон ждал этого еще с премьеры седьмого сезона, а причин этому несколько. Во-первых, Эврон хочет получить железный трон, а стать любовником Серсеи – это шаг в этом направлении, особенно если он сыграет роль самца-осеменителя. Но очевидно, Эврон не знает, что матка Серсеи в настоящее время предположительно занята ребенком от Джейми, правда при этом венцо Серсея попивает, что наталкивает на определенные выводы, хотя может у нее там вишневый компот. А во-вторых, по словам Эврона, он тот парень, который всегда хотел заняться сексом с самой королевой. Складывается впечатление, что для Эврона подойдет любая королева. Но как бы то ни было, Серсея нехотя разрешает Эврону прыгнуть в ее постель, поскольку хорошо понимает, что ей нельзя терять такого верного союзника, тем более когда она лишилась поддержки со стороны Джейми. А простить этого предательства она не может, поэтому Серсея посылает Квиберна к Брону с целью нанять его за большие деньги для ликвидации Джейми и Тириона за то, что они предали ее. Почему Серсея не убила их в прошлом сезоне, когда у нее был шанс, непонятно. И все же, если объяснить, почему сбрендившая Серсея хочет убить Тириона, мы еще можем, хотя о чем же они договорились в прошлом сезоне, но вот объяснить ее желание убить Джейми сложнее. Особенно если учесть, что в конце прошлого сезона Серсея сама отпустила Джейми. Однако, возможно, с того времени что-то изменилось. Может быть, ее нерожденный ребенок умер, или она сама избавилась от него и теперь винит в этом Джейми. А может, у нее все еще есть чувство к Джейми, которое она хочет заглушить в себе, а убив его, Серсея надеется, что это получится сделать. Ну и также мы видим, как Серсея выглядит несчастной после вынужденного секса с Эуроном. Может быть, Серсея ненавидит свое одиночество и винит в этом Джейми, вместо того, чтобы взять на себя ответственность за свои действия. В общем, вариантов много. Напишите, что вы думаете на этот счет. Однако, вместе с тем, кажется, что Серсея могла бы найти более подходящего убийцу, не являющегося другом и Джейми и Тириона. Но, с другой стороны, Брон может быть единственным человеком, который сможет подобраться к ним обоим. И он тот человек, который ради денег, в принципе, пойдет на что угодно. Если бы я приказал тебе убить младенца-девочку, отняв от материнской груди, ты бы сделал это без вопросов? Без вопросов? Нет. Я бы спросил, за сколько? Что ж, возможно, что сюжет с приказом убить Тириона и Джейми станет проверкой характера Брона. Брон многое пережил с Тирионом и Джейми, поэтому вопрос, убьет ли он их, или же спасением братьев Ланнистеров и скупит свои грехи, остается открытым. Тем временем, пока Эурон был занят королевой, его корабль остался практически без присмотра. Ну, что в этом странного? Все тупят, когда это надо для сюжета. И теперь этим воспользовался Теон и группа железнорожденных, чтобы спасти Яру, которая до этого момента слушала голос Эурона у себя по духам. Мы помним, что Яра когда-то пыталась спасти Теона от Рамси. Теперь же Теон вернул свой долг, после чего Яра предлагает брату отправиться на Железные острова и, пользуясь отсутствием Эурона, со своими тремя кораблями вернуть себе дом. Дом, который отказался от нее в пользу Эурона. Да и плюс к тому, по ее мнению, это отличный план, потому что если мертвецы в конечном итоге победят, то Дейенерис и ее людям может понадобиться куда-то отступить. И Железные острова могут стать для них идеальным местом, учитывая их расположение и тот сомнительный факт, что белые ходоки не умеют плавать. Однако идея, как по мне, глуповатая, потому что на Железных островах трудно найти что-то пожрать, например. До сих пор железнорожденные, чтобы не помирить с голодухи, грабежом занимались. А если Король Ночи победит, то кого они грабить будут? Короля Ночи? Поэтому, видимо, осознав, что план говно, Теон говорит, что домой не поедет, потому что нужно катать Брана по Винтерфеллу и тем самым искупить свою вину перед Старками. Итак, на этом мой обзор окончен. Надеюсь, он вам понравился. Если да, отблагодарить вы меня сможете, написав комментарий и лайкнув это видео. А пока вы собираете 6000 лайков, я пошел писать сценарий к следующему эпизоду. Всем хорошего дня и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова